приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня ролик называется антихристы или признак последнего времени это явление антихристов в принципе ничего нового я вам сегодня не скажу чего не говорил раньше у нас сегодня 10 апреля 22 года уже полтора месяца идет вторжение россии на украину агрессивная война против жителей украины и вы знаете что я и раньше и по сей день утверждал что мы не вошли в книгу откровения все манипуляции спекуляции размышления пусть даже искренне заблуждение тему они имеют место быть но они неверны да мы не вошли в книгу откровения она не открыта мы не живем в последнее время возможно мы при дверях может быть и впервые я поколебался что так скажем мы возможно в нее входим именно вот предыдущий ролик 4 печати вы помните кто меня последовательно смотрит кто нет я постараюсь добавить подсказки это видео я записал что если действительно вот на фоне этих событий если это агрессия против украины расистов современных перерастет в какую третью мировую ядерную войну то да тогда можно говорить если при условии сбудется что третья печать где четвертая печать четыре печать первые семь печати соответствует первые четыре всадники на конях соответствует первым четырем печатем до в книге откровения а потом уже без всяких всадников пятая печать шестая седьмая и четвертая печать конь имя которому всадник на коне имя которому смерть сказано что благодаря всей совокупности страданий и несчастья, это от самой войны, прямое попадание пули в лоб, это там какое бы ни использовалось оружие, химическое, биологическое, огнестрельное, ядерное и так далее, ну и плюс там боли, болезни, голод, все вот это, от всего люди будут умирать, и что умрет при всех этих событиях четверть населения Земли. Это очень важно понимать. Очень яркая цифра, на которой мы можем, яркий знак, признак для нас, для всех, кто признает книгу Откровения, кто читает Библию, что вот он признак начала, что действительно книга Апокалипсис, как ее еще называют, хотя называется Откровение Иоанна, не Иоанна Богослова, а просто Иоанна. Действительно вот этот вот признак очень яркий, я его всем специально говорю, обращаю внимание, ничего не додумывая, не комментируя, а просто показывая все, что есть. И вот это вот четвертая печать, он же четвертый всадник на коне, на бледном, имя которому смерть. Вот я даже зачитаю вам еще раз. И взглянул его от конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли, умершвлять, убивать, то есть мечом, голодом, эпидемиями и зверями земными. Вот об этом речь идет. Но прежде чем добраться до четвертой печати, всегда есть какая печать? Первая, да, это всадник на белом коне. Ну, как мы всегда говорим, как говорят, да, дух злобы. По сути, другим выражением в Евангелии это сказано, что волки в овечьей шкуре, да. Вот этот вот темный духи на белых пони, как я называю, да, это есть кто? Агитаторы, проповедники, как хотите. Это эти всадники будут во всех сферах, в религиозной среде, причем во всех. В псевдо-христианских сектах, православиях, талицизм, протестантизм, в мусульманстве, в аудаизме и всем, 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 что у нас есть на планете. Там везде появятся свои, да, черные всадники на белых пони, которые будут что-то пить. За что? За добро, за истину, за любовь? Нет. За зло, за ненависть. Мы победим. Во имя этого убей соседа. И пошло-поехало, да. Сейчас в России, во всем мире мы вот наблюдаем, как Россия под видом благочестия, древо познания добра и зла, да, кто знает тоже именно этот символ, потому что зло никогда не творится в чистом виде, оно всегда завернуто, все говно, оно всегда завернуто в красивую обертку, иначе никто его просто есть не будет. И вот современная пропаганда, в частности, России, да, чтобы оправдать вторжение рашистов на Украину, мы видим, что это вот все, все именно так, да, волк не приходит никогда в своем виде, да, он всегда приходит, и дьявол приходит под видом ангела светлого, такой же образ апостол Павел давал, что дьявол приходит, тоже имеет вид светлого ангела, хотя дьявол, да, вот мы все такие, посмотреть на современных рашистских пропагандистов, все они белые и пушистые, все они имеют вид благочестия, вот, да, сути же его, как сказал опять же Павел, отвергши, отвергнувшиеся, отвергшиеся, да, вот это очень важно, именно сегодня об этих белых пони, в прошлый раз я больше упор дал на четвертую печать, получается немножко перевернута, ну, по сути, я не умею хайповать, я просто заметил, естественно, в связи с этим событием и религиозники активировались, ну, и они и так, в смысле, любые, кто блоги ведет, конечно, тема, выпускает много видео, вы видите, я ничего не выпускаю, по текущей ситуации событиям мне нечего сказать, в том плане, что я уже все сказал, кто знает, я записал ролик «И нет войне», где выступил против, естественно, записал ролик и «Пацифизм», и «Жертвенная любовь», такие три видео, в моем духе, в духе проповеденства, о том, как это все, ну, против чего я, за что я, и как все это остановить, что нужно сделать, чтобы это изменить, я там все сказал. по текущим событиям, я, так скажем, некомпетентен, что там, хотя я, кто знает, везде в соцсетях, в своем телеграм-канале, в сообществе, на ютубе, я делюсь всей информацией, текущей, ну, так скажем, от профессионалов, от специалистов, кто этим занимается, да, таким образом, я тоже выступаю, поддерживаю, что-то делаю, чтобы это все остановить, вот, ну, а писать такие вот, скажем, духовные, как их называют, проповедников, теоретические ролики, или спекулировать, тем более, опять на последних временах, кто знает, у меня это никогда не получалось, наверное, потому что я это не особо и когда-то делал, не знаю я, как хайповать, как там спекулировать, как кричать, делать кричащие заголовки, а все, вот там, конец всему, нет, я трезво, холодно, кто видит и знает, смотрю на все, вижу все события, ничего не боюсь, всем то же самое, советую делать, потому что бояться нечего, мы вечны, и все нам во благо, да, вопрос, как ты к этому отнесешься, от этого будет зависеть твоя личная судьба твоего внутреннего человека, это самое важное, вот, и поэтому, сегодня второй ролик, но все равно, у меня появилось желание его записать, в оконцовке-то я, конечно же, всех отправлю, и все мои эти ролики, что предыдущие, в принципе, четыре печати, что этот, да вообще, мои последние видео, кто знает, они уже больше, ну, из такого характера промо, рекламные, ну, еще, конечно, кое-что я дозаписываю, но уже, по сути, за шесть лет на ютубе, на моем канале, христолюб, пропуете пищу в пустыне вегана, уже все, да как и на христолюбе, на канале христолюбе, веган чтение библийных писаний, все давно уже записано, все у меня разгруппировано, на основные разделы, подразделы, вот, поэтому, по сути, по любому вопросу, человек может найти себе ответы, это вот, вы видите, список плейлистов, да, и в частности, все, что касается последних времен, я тоже выделил в отдельный раздел, и все плейлисты сюда собрал, тоже в последовательности, да, в хронологии, о нем я скажу еще раз чуть позже, в этом, в общем-то, и заключается, потому что, посыл моего ролика, потому что, все надо читать последовательно, и кто знает, я сторонник, естественно, такого последовательного, глубокого, вдумчивого, хронологического изучения любого вопроса, да, с чего все начинается, через что проходит, и чем все заканчивается, вот, но решил все-таки ролик записать, лишний раз, для тех, кто меня смотрит, в основном, конечно, даже, вот, сомневаюсь, что куда-то дальше это видео уйдет, вот, и давайте еще раз посмотрим, то есть, конечно же, когда я читал книгу «Откровения», я читал ее одновременно, обязательно, с книгой фессалоникийцев, послание апостола Павла, фессалоникийцам, естественно, то, что мы сегодня будем делать, это Евангелие, и в частности, самый большой эпизод, четыре Евангелия, написаны разными авторами, об одних и тех же событиях, да, но в Матфее, это событие, где ученики упрошают Господа о том, какой признак его пришествия, да, и как все это будет, когда они его спрашивают, в Марка целые две главы посвящены этому ответу, да, 24-25 глава, очень легко запомнить, ну, естественно, книгу Даниила, вот, но в книге Даниила, если, я всегда говорю, книга Даниила, это такое оглавление, знаете, последних времен, Евангелие от Матфея, 24-25 глава, это более такое краткое содержание, есть такое понятие, в школе у нас была даже книга, кто читать, было лень, выпустили ученикам такую подможку, что можно было читать в кратком изложении книги, потом отвечать, не читая целиком произведение, да, книга Откровения еще в полноте, да, там есть небольшие, везде какие-то штрихи, которых нет, и которые раскрывают полноту, там, другого, вот, параллельного места, но, в принципе, они все об одних и тех же событиях, да, их очень важно параллельно читать, чем я и занимался, когда на канале Библии, чтение Библии, когда и зачитывал книгу Откровения, и вот сегодня мы в этом еще раз убедимся, что вот эти вот бесы, или демон, или сам Антихрист, он будет иметь очень благочестивый вид, вы посмотрите там, на современного Путлера, там, нашего, да, разве он похож на дьявола, который там убивает, пожирает детей, пьет кровь младенцев, нет, такой с виду благочестивый человек, свечку в храме даже держит, лбом бьется, в храме вооруженных сил, да, вместе со всей своей свитой, но при этом спокойненько уничтожает население соседнего государства, будет то же самое, и я к чему хочу сказать, что, почему опять, несмотря на то, что все очень просто, казалось бы, да, еще одну такую мысль скажу, очень важную, вот по поводу всех, возьмем даже все эти печати, и все эти печати, и все книг откровения, да, у нас идет семь печатей, семь труп, и семь чаш гнева, да, так называемых, во-первых, сразу оговорюсь, огромная ошибка, во-первых, когда книгу, любую книгу, об этом я всегда говорю, проблема всех толкований в том, что они читают книги непоследовательно, изучают Библию непоследовательно, все вырывают из контекста, это очень важно, я всегда говорю, этого никогда не делать, и книгу откровения зачем-то придумали, еще такую дурь, что печати, трубы, и чаши, это параллельные вещи во вселенной, то есть вот так события идут, да, три события, это абсолютная ложь, при чтении книги откровения, я это изобличаю, потому что именно последняя печать открывает трубы, так скажем, да, там есть очень важный момент, где показывает, что просто несостоятельность даже этой теории, в самой книге, не говоря о том, что книга просто последовательная, это очень важно, и по сути, все эти печати, трубы, и чаши гнева, это просто еще три последних витка, вы знаете, Бог любит троицу, потому что сам есть троица, да, как любит говорить, вот, и эти все трубы, чаши и печати, это просто три последних таких раскручивающихся витка, последних времен, вот и все, и по сути, даже все вот эти вот, начинаем с печати, и в принципе, и чаши, и трубы одинаковые, все вот эти вот войны, голод, эпидемии, шестая, пятая печать, гонения, шестая катаклизмы, это все одно и то же, вы поймите, что все это было, всю историю человечества, возьмите вторую мировую события, да, сейчас насуется, о, последние времена, ну, вторая мировая людь, тоже, когда была, нам тоже могли кричать, и кричали во все горло, что везде, все, начались последние времена, как мы видим, как начались, так и закончились, вот здесь то же самое, и поэтому просто, и все вот эти, знаете, как будто там голод, что-то удивительное, во время там вот таких конфликтов, когда военные, или эпидемии, экономические кризисы, вот эти вот гонения на светлых людей, неважно, это оппозиция там святая какая-нибудь, люди добрые восстают против чего угодно, как мы видим там вот в России, да, душат любую свободу слова, всех, кто против зла за все доброе, всех куда-то ссылают, убивают, сажают, лишают свободы, здоровье, высылают там, выгоняют, вынуждают заткнуться там, выехать из России, там вообще, да, закрывают все соцсети, да, то есть мы видим все это одно и то же, во все времена одинаково, в чем разница последних времен, в масштабах, и вообще в чем вся история человечества, это просто раскручивающая спираль, вот и все, раскручивающая все количество, слово всегда одинаковое, просто количество, масштаб, и более того, благодаря современному миру, вот этой глобализации и доступности информации, просто мы все об этом узнаем, у нас у самих концентрируем, у нас у самих такое ощущение становится, что все это просто настолько массово, люди прошлых веков не могли даже знать, что в соседней деревне порой происходит, или узнавали там через какое-то время, когда кто-то там придет, знакомый друг из соседней деревни, да, и что-нибудь расскажет, вот, поэтому все, что, чем все эти кони, все эти печати, все эти чаши, все эти трубы, они ничем не отличаются, в мире все одно и то же, знаете, в экклезиасте проповедник так и сказал, да, нет ничего нового под небо, в последнее время ничего нового не будет, что не было всю историю, полное торжество зла, естественно, проявляется оно во всем, убийство, насилие, мародерство, грабежи, тюрьмы, заключения, пытки, затыкания ртов, все одно и то же, убийство святых, возношение на щит злодеев, все будет одинаково, вопрос только в масштабах, вот и все, маленькая война или большая, маленькая эпидемия или большая, все, разница только в этом, ничего нового не будет, вот, это очень важно понимать, да, вот, но вот эти вот, но есть, вот я говорю вам, признаки, какие они, вот, цифири, статистика, упрямая вещь, вы знаете, я как, как, хоть и гуманитарий, с одной стороны, иначе не был бы проповедником, хоть у меня и вот именно образование основное, техническое, но при этом я вот и техник, да, во мне все сочетается, и вот я вам как техник скажу, что цифра упрямая вещь, ты можешь, конечно, спорить, статистика упрямая вещь, она такая неприятная всегда, да, хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, ты там какое-нибудь заведение открыл, вроде клиенты есть, но только дебет с кредитом не сходит, ты хочешь, не хочешь, если у тебя не сойдется, ты закроешься, да, любое заведение, любое предприятие, любое хобби, которое у тебя в бизнес превратилось, если оно не выйдет на положительную прибыль, да, как бы там тебя ничего не организовывал, с какими-то иллюзиями не тешил, да, в кармане дырка, значит, придется это закрыть, здесь то же самое, знаете, сколько чего ни крути, есть цифры, упрямая вещь, четверть населения всего умрет, вот тогда мы и увидим, что мы вошли, вот тогда люди могут говорить, что да, и дальше смотреть по всем этим событиям, ну, и уже давайте подходим к первой печати, к этому, хоть я и говорю, что это образно, не образно, а прямо это проповедники тьмы, во всех сферах жизнедеятельности, деятельности человека, областях его, мировоззрения, всего это, это во всем, это и среди атеистов будут там с телевизора, люди мозги промывать, это и религиозники через свои каналы, это все, причем, любые религии, вот, это кто угодно, это лидеры мнения начнут какие-нибудь, все то же самое, любую тьму продвигать, кого-то подкупили, кто-то искренне верит, кому-то вообще, на войне хайпа, кто-то какие-то выгоды, вот, неважно, во всех сферах это будет действовать, да, в спорте, в науке, там, в творчестве и так далее, это все, все эти вот, белые, пушистые, черные всадники на белых, пушистых пони, это ангелы под видом, светлые под видом света, да, это волки в айси шкурах, это очень важно понимать, но, я вот, конечно, с одной стороны, я уж прям не помню, что это там, когда я читал книгу «Откровение», конечно, все ли я сказал, эти ролики, конечно, которые я пишу, несмотря на то, что говорю, что они промо, такие рекламные ролики, вообще, самого раздела, к которому можно обратиться, в частности, к последовательному чтению всех книг, которые я перечислил, связанных с этим, Даниила, Фессалоникийцем, Матфея, этих двух глав, и книги «Откровение», конечно, что-то я вам все равно, так скажем, дорисую, у кого-то сложится более впечатление какое-то полное, да, и я эти ролики не пытаюсь там в книгу потом добавлять, чтобы там тоже совсем каши не было, вот, поэтому на «Прокводе» есть отдельные плейлисты с параллельными местами, а на канале книги «Чтение бибельных писаний» просто зачитывание, да, но, так как я все равно, и тем более у меня и «Евангелие от Матфея» записано, естественно, когда мы читали эти 24-25 главы, точно так же никуда не денешься об этом, обо всем говорили. Очень важный, очень важный признак, вот, начало книги «Откровение», первые пять глав, не думайте, что я шестой начал вырывать, еще раз тоже уж, кто-то может отдельно от ролика попадет, очень важно понимать, что первые пять глав это предисловие, это введение. Я не очень силен в писательстве, точнее, совсем не силен, да, как там называется, когда книгу пишут, есть предисловие, что-то там, введение, есть тело, завязка, потом есть как-то кульминация, развязка, там что-то такое. Вот первые пять глав, кто хоть как-то сочетал книгу «Откровение», может быть, со мной, кто нет, вот я рекомендую постоянно, даже в этом видео, почитать со мной, да, это введение, это введение, как мы докатились до этих последних времен, да, ну и вообще сами события об Иоанне, о Иисусе, на небесах, как они там все эту книгу видят и так далее, это предисловие, сама книга, вот Агнец, Иисус Христос начинает открывать, все снимается, печать, то есть в последние времена наступает, поэтому в принципе сами события, уберем в предисловие, оно тоже важно, интересно, но я имею в виду, когда мы касаемся уже дел, событий, они начинаются вот с шестой главы, очень символично, кто поделил, шестая глава, начинается снятие печати, и по поводу этих, несмотря на то, что как я сказал, эти вот проповедники тьмы во всех сферах, это не простые проповедники, будь ты простые, конечно, все эти будут, и пропагандисты, и попы, которые кардиналы, или пастыри, там так называемые, протестантские, или там всякие муфти, все будут выступать за это, но есть очень важное тоже отличие, чего мы не видим в современном мире, казалось бы, сейчас тоже топят за тьму, кому только не лень, потому что язык ни у кого костей не ломит, но, читая Евангелие от Марка, давайте мы с вами его прям будем, мы с вами сегодня в принципе много прочитаем, хоть я стараюсь в этих проповедях на канале проповеди немного к текстам обращаться, но все-таки мне хочется вам сегодня практически почти всю главу прочитать, даже причем сначала, и выйдя из храма, Иисус шел от него, и приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание и храм, и храма, Иисус же сказал, ну то есть какие они красивые, какой там храм, Ирод великий, так называемый, отстроил, он говорит, видите ли, все это истинно говорю, он не останется из камня на камне, все будет разрушено, и что мы видим, когда же Иисус сидел на горе Иллионской, ну подальше они ушли от Иерусалима, то приступили к нему ученики наедине, ученики наедине спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века, то есть прямой вопрос, всегда обращаем внимание, Иисус начинает отвечать, это две главы, две мы читать не будем, но что-то почитаем, как вы заметили, я даже в этих картинке делал одинаковые, ну я их немножко, в смысле разные, по, тут такой волковой чешкуре, и тут он вторым, у меня как бы картинка идет, а здесь как бы на первом месте, а потом, ну то есть я отсылку такую делал книги Откровения, да, к параллельности, берегитесь, и вот очень важно, с чего я все показываю, вот Иисус начинает, по сути, он начинает книгу Откровения рассказывать своим языком, которым потом даст еще больше Откровения некому Иоанну, да, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, именно поэтому я говорю, что все идеально сходится, параллельность книги Откровения и 24-25 главы Иисуса, когда, Евангелие от Матфея, когда Иисус начинает говорить о последних временах, все идеально сходится, первое, кого надо беречься, это вот этих, духов, черных, на белых пони, это очень важно, да, которые, и что, и, и, давайте я прочитаю, и я видел, вот Агнец снял первую, ну Иисус снял первую из семи печатей и услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громким голосом, и здесь смотри, и взглянул вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить, ну вот они, вот эти вот проповеднички, да, и что Иисус говорит, ибо, а кто они, вот очень важное будет отличие в последних времен, что это не просто там, это же фамилия наших русских пропагандистов и попов в религиозной сфере, не хочу называть, чтобы не портить свой эфир, да, не хочу даже эти фамилии гнусные провозглашать, вот, но кто они, вот помимо этих, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прелестят, на что хочу обратить внимание, конечно же, под именем моим очень важно, я всем всегда рекомендовал хотя бы раз в жизни прочитать Новый Завет, ну хотя бы Евангелие, а по силам и Новый Завет, и читайте, когда вы вообще читаете об Иисусе Христе, даже Евангелие, когда он сам о себе говорит, там, в первом, в третьем лице, там, я есть путь, истинная жизнь, да, вы подставляйте всегда вместо я и вместо Бог, где есть слово употребляется, подставьте сущность Бога, потому что я, это есть то, что во мне внутри, когда Иисус говорит, я есть путь, истинная жизнь, вы подставьте, что это его сущность, а он есть вечная жизнь, свобода и любовь, доброта, да, поэтому доброта, есть путь истинной, и ведет к вечной жизни, свобода, есть путь, да, потому что, иначе, если ты не свободен, у тебя пути нету, то есть, только рабское влачение, тебя кто-то тащит, да, ты должен быть свободен, чтобы идти туда, куда ты хочешь, ты сам избираешь свою жизнь, вот, то есть, вместо этих слов, всегда читайте, вместо слова Бог, вместо слова Иисус, да, читайте слово любовь, не зря Иоанн Богослов так и написал, что мы увидели, познали, что Бог есть любовь, любовь в том, что Иисус положил за нас душу свою, в его пособке, мы увидели Бога, что Бог есть любовь, и уверовали, он говорит, не в него, а в нее, да, это очень важно, уверовать в нее, в любовь, в свободу, в вечную жизнь, в нее, каждый человек, в каждом человеке есть мужское, женское начало, вообще человек, он бесполый, изначально был создан один, потом разденен на два человека, и вот это вот наша внешняя, внутренность, так скажем, сильная мужская, а внутренняя женская, внутри нас, любовь она, свобода она, жизнь вечная она, да, поэтому он поплотит Иисус, но внутри она, да, любовь, свобода и вечная жизнь, вот это очень важно, и поэтому здесь то же самое, конечно же, прежде всего, вот мы и читаем, что многие придут под именем моим, конечно, все будут прикрываться любовью, мы за свободу, да, ведь путлеровцы и расисты сейчас идут Украину освобождать, да, и от физически, что их там якобы мучает, мучают, и духовно якобы у них там ни свободы слова нет, это говорят расисты и путлеровцы, да, в России, а у нас есть свободу слова, у людей забирают с пустыми плакатами, с плакатами одиночные пикеты, с пустыми, уже коронавирусные ограничения в Москве сняли, все равно забирают, чем только не прикрывались, да, и вообще как одиночный пикет может быть под коронавирусные ограничения, подойти, стоит в маске человек, с пустым плакатом забирают, с нет войне забирают, с тремя и пятью звездочками забирают, все, мы дошли до безумия, закрыли все абсолютно медиа, закрыли соцсети уже все, кроме государских, пропагандистских, типа ВКонтакте, там, одноклассников, все это, да, уже, обычных таких, спецслужебских, соцсетей, да, все независимые, все иностранное, все позакрывали, да, конечно же, многие придут под именем моим, Иисус говорит, под именем любви будут топить, мы это, вот мы за любовь, мы за детей Донбасса будем убивать детей украинцев, да, мы же такие мудрые, да, но при этом Иисус говорит, и будут говорить, я Христос, и многих прельстят, то очень важно понять, что все знают, что прекрасно, вот именно, вроде казалось, это не единственное место, да, это просто, я вам беру самые апогеи, где Иисус прямо отвечает на этот вопрос, он не раз об этом говорил ученикам, ученикам в Новом Завете, тоже есть подобные параллельные места, что естественно, будут приходить под именем, в последнее время, особенно антихрист будет, да, вот, очень важно, что слово анти, всегда, кто не знает, оно имеет два смысла, анти, и как противоположный, да, и анти вместо, и на антихриста, и это слово очень правильное, и что именно, не слово, а как это называется, ну, вы поняли, я уже что-то в русском тоже стал, приставка, как это называется, ну, вы поняли, да, я что-то забыл, не суффикс, анти, приставка, вот это к слову, да, она и то, и то означает, то есть, опять, он внешне, что, вместо Христа, а он против, а то любит, анти, это против Христа, он внутренне против, да, он внутренне будет абсолютно без, но снаружи он будет вместо него, он будет говорить, я Христос, это я, это я вот во второй раз пришел, он будет себя выдавать за Христа, он вместо него, я не зря, вот эта вот иллюстрация есть, такая, она, кстати, не совсем бы правильная, но я лучше давно как-то в интернете нашел, тоже иногда ставлю, тут бы вот там вот Христос, видите, они одинаковые, как будто два Христа, два Иисуса, один как бы настоящий Иисус, второй вон с тремя шестерками там в нимбе, да, их бы только местами поменять, чтобы этот был напереди, ну, там, конечно, кто-то мог эту иллюстрацию делать с другим смыслом, вот это сейчас под этот контекст, очень так бы показать, может кто-то хотел этим картинкам, кто ее делал, показать, что Иисус впереди все-таки побеждает, мы точно не знаем, но в контексте последнего времена пришествия не Христа, а Антихриста, тут может быть, кстати, пришествие Христа, второе изображено, тогда да, он вперед него придет и закроет его, так скажем, а если к 13 главе, то наоборот все правильно было бы, если бы Антихрист был на первом плане, потому что он вместо него, внутри он против него, но внешне он вместо него, это очень важно понимать, и здесь то же самое, поэтому читать слова Иисуса, многие придут под именем моим, да, то есть опять прикрываться, то есть внешне будет, а внутри другие, и будут говорить, я Христос, то есть по внешности опять будет говорить, я, да, но конечно же, слово Христос, это русское уже слово, с греческой транскрипцией, так скажем, это помазанник, да, или с еврейски вообще, Мэшах, Мессия, да, не зря по еврейски-то, в принципе, Иисуса зовут, и то это не зовут, Мессия, это не фамилия, как в русском варианте, да, там, это, хотите, прозвище, да, человека, то есть, его так именуют, да, это, Мессия, да, от слова, поэтому Мессия, вот, то есть это не фамилия, то есть, Иешуа, как его звали, по-еврейски, и то это уже по-русски, мы так выражаемся, там немножко по-другому говорится, по-еврейски, но там уже русскому человеку язык ломается, вот, Иешуа, Мэшах, да, то есть, и вот они будут говорить, я помазанник, я от Бога, мало того, я под именем, да, я за любовь, я за любовь, но, естественно, папы будут кричать, мне голос, посмотреть там на протестантских пасторов, на православных, такая же бред, вот, они все будут кричать, конечно же, да, это мне от Бога все, я же Божий помазанник, меня же рукоположили, вы знаете, преемство от апостолов идет, да, я помазанник, меня же помазал, другой попт в свое время, я Христос, я помазник, это очень важно, более того, это опять, я вам такую планку рисую, шкалу возрастания, то есть, от минимального, да, они просто по внутренности прикрываются, да, там, я за любовь, я за свободу, да, и так далее, а крайняя планка, проходя через все вот эти вот этапы, да, кто-то уже себя помазанником называет, что от имени Бога будет говорить, лжи пророки, ну, а заканчивается прямо, человек говорит, я, причем, более того, такие есть и в современном мире, кто знает, там, и в России, и за границей, ну, относительно России, и за границей, евражесей, да по всему миру есть эти, кто называется там, мессией второго пришествия, ну, мы как-то все это так, мир это пока пропускает, кто знает, это более так, как маргинальные секты, там, не больше пару тысяч человек, да, вот, конечно же, однозначно будет в конце антихрист, если вообще один человек, который вот явно себя назовет, но очень важно, что, что мы сейчас дальше, я уперлись пока в один стих, я хочу вам побольше прочитать, потому что Иисус все, конечно, прямо говорит, да, хотя он говорит, вот здесь он прямо говорит, ибо многие придут, многие, то есть это не один будет, эти, как грибы после дождя, поноворастают эти, да, христы, не христы, на самом деле, да, вот, это очень важно, вот, и поэтому, то, что я к вам возвращаюсь, опять в книге Откровения, вот это, вот эти вот, черные всадники, волки в очей шкуре, несмотря на то, что это и обычные люди будут, которые просто будут, черное показывать, называть белым, бело-черным, сладкое-горьким, горькое-сладким, тьму-светом, а свет-тьмой, это мы все видим, да, опять же, масштабы будут, другие, да, во время, третьей мировой, так называемой, да, вот, когда эти последние времена начнутся, и, в общем-то, я говорю, помимо них, таких слабеньких, прихвостней, это как пропаганда называют, ведь пропаганда обслуживает, чьи-то интересы, вот, тех, чьи интересы она обслуживает, вот, те начнут называть себя, помазанниками, ведь Путлер там тоже у нас, якобы, уже возомнил, что он там, его миссия, есть интервью, где не раз он там говорит, да, я вот, это меня Бог поставил, вот, то есть, у меня тоже, это шиза, мы видим, развивается с годами, наблюдаем мы все это уже больше 20 лет, вот вам живой пример, вот, он скажет, я помазанник, я тут решил, да, на планете всей, что-то великое устроить, это очень важно, вот, давайте дальше почитаем, потому что еще будут подобные места, Иисус Джеймин Айтем, 24-25 глава, очень большое место, так услышите, так же услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо належит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет голод, эпидемия, землетрясение по местам, все же это начало болезни, я когда читал это, что в Матфея, ролик, конечно, видите, длинный получается, я, конечно, все об этом говорил, да, ну, сейчас уже раз читаем, кратко постараюсь, как умею все равно говорить, то есть Иисус все это вот, как я вам и сказал, он все это сжал в одну кучку, очень быстро сказал, не зря, видите, тут сразу еще пару коней нарисовал, уже всех, то есть, как бы, Иисус об этом кратко, об этих четырех печатях всех сказал, даже о всех, о всех семи, но уж о всадниках точно все в одно собрал, вот, в одно, можно сказать, предложение, да, Иисус тут не разглагольствовал, да мы и в книге «Откровеньки» не особо видим, да, там, прям подробности, все, вот, это очень важно понимать, что все это, как бы, все это, все вместе, видите, тут и войны, тут он не говорит, что это разные всадники, потом, по книге «Откровеньки», да, на конях, нет, он говорит, все это, вот это, войны, болезни, землетрясения, то есть, все эти печати, он просто вот, в одном предложении сказал, все это будет, и все это только начало болезни, вот оно, начало, ну, или болезнь, начало книги «Откровеньки», да, потому что это будет называться болью земли, да, великой скорбью, как хотите, да, тогда будет предавать вас на мучения, то там и пятая печать, и все это будет, да, мы не раз будем читать, тогда будет предавать вас, и в трубах мы будем читать, и, потому что там опять все по кругу, только новый виток будет, вы помните, как, несмотря на то, что мы в пятой печати вроде бы читаем, про гонение на святых, но почему-то, что всех убьют, я там при чтении книги обличаю вот тех, кто топит за то, что якобы до великой скорби вся церковь будет вознесена, это чушь собачья, люди будут до второго пришествия, святые, да, христиане, значит, да, вот, поэтому, когда он пятую снял печать, и увидел под жертвенником душу убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, вот, и даны им были каждому одежды белые, но потом мы читаем почему-то, и, 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 и когда еще перед царством, воцарением антихриста, помните, будет дракон за невестой Христовой, которая родила, то есть, и все равно кого-то там убьет он, хоть и не все, хоть многие спрячутся, да, потом Сайма, когда будет эта печать ставиться, опять будут те, кто будет против, и опять о них будет убивать, то есть, мы все это время читаем, и, 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 и когда потом самого второго пришествия, да, в девятнадцатой главе уже описано, почему-то опять мы знаем, что прекрасно, как Иисус сказал, будет некоторый из вас те, которые увидят меня, и идущего на облаках сатьмо святых, сатьмо святых ангелов, не вкусившие смерти, и Павел писал, что да, но кто-то будет воскресать, а некоторые просто изменятся, из смертной плоти, в бессмертных, в Фессалоникийцах, да, то есть, очень важный момент, поэтому здесь Иисус тоже все опять просто говорит, об общих событиях, вот все, он всю книгу откровения сказал, так скажем, ученика в 24-25 глава, ну, мы с вами так выражаемся, да, кто-то поделил все это на главы, на стихи, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя, и тогда соблазнятся многие, и друг другу будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки ворстанут, и плестят многих, и по причине умножения беззакония, во многих хладеет любовь, претерпевшая до конца спасется, ну, в Фессалоникийцах Павел, подобными же местами, словами говорит, проповедна будет Евангелие царства по всей вселенной, в связи с всем народом, и тогда придет конец. И когда увидите мерзость запустения, сказанную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающего до разумения, тогда, находясь вудеи, добегут в горы, и кто на кровле, то не сходит взять что-нибудь из дома своего, кто на поле, то не возвращается, то есть Иисус уже, вот, печати, потом трубы, там же все это царство Антихриста, Иисус все это говорит, молитв, чтобы не случилось бедство вашей зимой или в субботу, то есть опять вот это гонение, очередной виток, да, тогда будет великая скорбь, как у нее было, от начала мира даны не будет, и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни, и тогда, если вам скажут, то есть уже мы переходим, я говорю, к трубам, там, да, все это, тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос, и заметьте, Иисус уже не говорит Христы, да, а Христос, то есть один уже вот этот, то есть начинает он вот с этих белых пони, заканчивает по книге Откровения, вот все, что мы сейчас с вами в Матфеи кратко прочитали, конечно же, если я даже так крутить буду, мы с вами долго будем, то все это по книге Откровения, вот мы с вами читаем, да, трубы, там и храм третий будет построен, и некие два великих пророка, яиц, которые будут убиты, воскреснуты, будут Богом взяты на небо, вот это вот при седьмой трубе война на небесах будет, и дракон будет на землю, и будет некий еще там великий пастырь, так скажем, да, в церкви, и будет гонение очередное на церковь, но церковь будет в пустыне спрятана, так скажем, да, но при этом все равно, он многих там погубит, и рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семьи ее сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа, и вот уже 13 глава, воцарение самого Антихриста, ну и убийство опять, и дано было ему войну вести со святыми, и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и плением, поклоняться им все живущие, то есть все это мы с вами видим, да, и вот мы до этого по Матфею Иисуса читаем, тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос, уже прямо, не много, а один, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, но здесь уже Христы тоже, не знаю, правильно ли это все переводы, все на дальнем, имеются его проповедники, и дадут великие знания сюда, чтобы плестить, если возможно, и избранных, вот я наперед сказал им все, здесь лжехристы имеются уже, конечно же, прихвостни, вот которые будут на нее такие меленькие, лжехристы, или те же самые, которые себя мнили, но потом скажут, да, да, вот он главный из нас, мы тоже такие маленькие помазанники, но это вот самое главное, то есть Иисус плавно подводит вот все к этому, к одному, да, тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, и так, если вам скажут, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния сходит от востока, и видна бывает даже за западом, так будет предшествие Сын Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся и орлы, и вдруг после скорби дней всех, солнце померкнет, ну, в общем, так будет предшествие Сына Человеческого, мне не хочется просто все это читать, я говорю, у меня, но вы знаете то, что если бы вы знали, знал хозяин дома, в час который придет вор, то бодрствовал бы, и не дал бы подкопать своего дома, потому и вы будете готовы, в час который не думаете, придет Сын Человеческий, просто не хочется всего долгого занимать ваше время, всем этим зачитыванием, как я говорю, все-таки формат канала немножко другой, стараюсь здесь много вас не утруждать чтением, вот он явный признак, о котором я в принципе, да, несмотря на то, что ролик длинный, вот в общем-то я его закончил, очень важно тоже, что вот эти вот последние проповеднички, они будут не просто вот такими вот, по сути топить за зло, просто за вопрос об истине себя, они, им не нужны регалии, да, в этом плане, они просто, они кто за деньги продажные, кто может продавать, сам зазомбировался всей этой чушью, действительно топит за тьму, и тьму называют еще и светом, естественно, потому что зло никто просто так, никто говно есть никогда не будет, его обязательно надо красиво завернуть, приправить, побрызгать, да, и тогда его скушают, это всегда так, вот, поэтому вот так вот, и поэтому очень важно понимать, что вот в последнее время, это будет вот именно, именно вот так вот, да, Иисус сказал, же Христы, это очень важно, да, будет приходить под именем моим, конечно же, я говорю еще раз, это первое, это по внутренности, это да, надо понимать, что многие будут приходить, и вообще все эти последние времена будут раскручиваться, но это общий, это такой признак тяжело сказать, потому что, посмотрите на современный мир, всегда так было, да и мы всю жизнь живем в мире лжи, от пропагандистов, там от всех времен и народов, да, по всем вопросам, в любом государстве, в любой религии, секте, те же самые попы, даже в мирное время, что несут-то, какую ахинею людям в голову, в блевотину все это рыгают, вот, так что, это конечно понятно, но поплоки, да, что восстанут лжи Христы, это очень важно понимать, которые будут именно вот себе приписывать, именно они будут вместо, им нужен будет авторитет Христа, вот именно они будут ссылаться, именно на так называемого христианского Иисуса, вот это очень важно понимать, они не своей будут славы искать, сами они никто, и ничего не могут, а вот сказать, что это я вот тот, которого тогда жил и обещал вернуться, да, он же такие чудеса творил, я-то сам ничего не умею, ну там будут лжи и чудеса, конечно, вот, но сами понимаете, лжи и чудеса много не сделаешь, и все они очень шаткие, кто-то верит, кто-то нет, Иисус-то явно и добрые дела, чудным образом творил, да, вот, вот очень важно, видим мы такое, это я уже к сегодняшним реалиям, там очень любят нас с последними временами, с Третьей мировой, я, конечно, в предыдущем ролике, как видите, я не отнекиваюсь ничего, да, я сказал, что если, потому что все-таки что-то началась, заварушка, может она завтра закончится, там, сейчас на Украине все это ситуация непонятная, то ли они опять просто брешут, и скоро действительно бомбу туда бросят, то ли правда отступают, кто знает, да, может все это заглохнет, а может это действительно начало, начало конца, начало книги, это крайне может быть, посмотрим, я вам уже дал явные признаки, но честно, пока мы помазанников не видим, даже, ну хотя я говорю, вы поймите, это все очень, так скажем, тонко, да, вот, это люди должны следить за этим, я говорю, если вы не знаете, наш современный путлер, в России, он прямо себя, действительно, он говорит, это моя миссия, я такие записи, собственно, глазами видел, собственными ушами, слышал его эти выражения, они все скромные, действительно, вид ангела света, волк в овечьей шкурке, так просто, не то, что там громогласный, с каждой трибуны, там об этом топит, но он об этом заикался, и не одно такое, и не раз такое было в его, тогда я тоже сильному значения не продавал, пока все это в пазл не складывается, ну сказал и сказал, да, ну он тогда сказал, сейчас назвал другой народ, да, не народом, и давай его уничтожать, ну что дальше, да, у них уже все плохие, эти плохие, те плохие, чем это все закончится, все против нас, мы тут одни, кругом враги, да, я божий помазанник, пошло-поехало, храмы строят эти вооруженных сил, бесноватые, с кепочками Гитлера, да, ну сразу видны их, не кумиры, так что пока, просто я грубо утверждать, потому что мы видим, что пока все это так, на словах, но уже на делах опять видим, на серьезных делах, пусть это и еще пока не мировая война, хорошая, все очень плохо, вот, ну понятно, что это плохо, пока мы не видим хуже, да, что скоро все это, начало в Украине покажется нам просто детскими игрушками, по сравнению с тем, что загорится, да, пламя, это же как костер во дворе, начинается с маленького, потом пожар, или как в лесу, да, кто-нибудь там, рожок, да, начинается с маленькой искорки, и потом полыхает целыми лесами, вот здесь то же самое, во что это превратится, я сказал, что я, вот в этом ролике, я не решусь вообще говорить, чем все это закончится, кто знает-то, никто не знает, они лгут, на каждом слове, абсолютно, не зря уже давно мемы ходят, про всех этих правителей, путлеров там, всяких его там прихвостней, что они врут тогда, когда они рот открывают, это так и есть, вот реально, слушаешь, каждое слово просто брехня, вот каждое абсолютно, есть разные выражения, да, и под разные, врет, враньем помог, на вранье врет и враньем погоняет, да, это вот так и есть, очень важный момент, вот, так что вот так вот, но не забывайте, вот я вам это показал, ну, в оконцовке все равно, как я вам говорю, я сторонник, конечно, последовательного, глубокого образования, такого, нужного человеку, да, знаний, не которые надмивают, а которые действительно человека укрепляют, вот, которые дают ему основу, фундамент и почву для его праведной жизни, вот, на моем канале, я говорю, вы найдете все плейлисты, причем еще и собраны видео по определенным темам, по плейлистам, а еще плейлисты, собраны в разные разделы, вы их все на канале можете найти, ну, ну, и в частности, мы с вами, вот, я вам вас отсылаю к своему плейлисту, это апокалипсис, откровение Иоанна, богослова, ну, я богослов называю, хотя, я всегда говорю, что это не богослов, потому что мы в откровении не видим этого, но пишу так, чтобы для поиска, да, для поисковых систем, чтобы она ранжировалась, так, откровение Иоанна о последних временах, я в этот раздел специально добавил три книги с канала Библии, чтобы никто их не искал, конечно же, я поэтому даже их на первое место, хотя это канал проповеди в свободе слова, но в раздел я первый поставил чтение книги Откровения, вот, там 23 видео, я всем настоятельно рекомендую, кто хочет разобраться с этим вопросом, просто мне до сих пор, конечно, сбрасывают какие-то ролики сейчас вот, которые выходят у кого-то, вот, посмотри, скажи мне что-нибудь, люди, конечно, сбрашивают разные, иногда с кем-то у меня даже контры, с кем-то тяжелое общение, с кем-то, пусть нормальное общение, но с кем-то очень хорошее, кто-то мне очень близкие люди меня спрашивают, и я просто стараюсь уже, потому что, во-первых, я многое видео, что мне сбрасывают, мне нет никакого желания смотреть, я вот смотрю, я может быть знаю там, проповедник, мне нет желания даже его смотреть, я представляю, что он там несет, я знаю его мировоззрение, изучал его канал, его там мысли, слушал его тоже ролики, я говорю, ну сейчас мне даже смотреть неохота, но, конечно, близкими все равно отвечаю, так как считаю нужным, порой не комментирую конкретно ролик, но даже близким все равно все время говорю, посмотрите, может быть, вы давно смотрели, пересмотрите мои видео, Все очень просто. На все эти вопросы можно найти самому ответ очень легко. Надо просто, действительно, вот вы хотите с последним временем разобраться, ну все, я уже сделал. Почему я говорю, что в ближайшее время потихоньку мое время приходит к концу, так скажем, и моя деятельность тоже. Потому что я уже все сделал, я не люблю воду в ступе молоть, да, вот это все. Под хайп подкладываться, да, ложиться. Все это я, это не мое все, да. Вот, если действительно стоящее и действительно как-то людям поможет, что-то даст, пищу для размышлений, приведет на путь правильный, да, я, конечно, запишу видео. Конечно, пока я еще пишу, есть еще не все, у меня тема закрытая. Но по последним временам, в принципе, по книге крайне нечего сказать. Есть сама книга, есть в Фессалоникийцах, конечно же, я там параллельно все читаю, но опять же, я не так глубоко читаю. И есть же она отдельно записана, это очень-очень важно. И плюс повторение мать учения у вас закрепляется. И по сути, я просто к книге Откровения даю отсылку тоже к прочтению Фессалоникийцам, хотя какие-то конкретные места все равно зачитываю. Они, в принципе, небольшие. Послание апостола Павла к Фессалоникийцам совсем небольшие, прямо тоже посвящено последнему времени. Это очень важно. Прям не просто какие-то куски, а оба послания и первое. Ну, первое немножко с другого начиналось, а уже когда он узнал о брожениях, он написал второе вдогонку, именно потому что на честь брожения не так его понято, и то, что стали свои бредни доносить, именно он все это записал. Очень важно, да? Книга Даниила. Очень важно, как я тоже манипулирую. Почитайте, послушайте, как я ее записал. Книга очень интересная, надо понять, что все его образы, они там тоже, они никакие не параллельные. Вот там они как раз непоследовательные. Ему разные сны снятся об одном и том же. Вот просто с разных сторон, а в одном и тех же событиях. Все его сны, очень коротко, это вот вся книга Откровений, даже Матфея 24-25 глава, сжаты вот до одного сна, до одного видения очень маленького, там, о статуе, о дереве. Вот и все. Это то же самое, что Иосифу, ну, фараону, когда Иосиф толковал, снились два сна разных об одинаковых событиях. То там про корову, то про виноградник, как там будет 7 лет голода. Сначала, вернее, 7 лет урожая, а потом 7 лет голода. Это благодаря толкованию тех снов Иосиф и стал только престолом ниже, только кровью, да, ну, или престолом ниже фараона в древнеегипетском царстве, да. Вот очень важно это. Ну, и поэтому все эти три книги я даже вот сюда в раздел на канал проповедь добавил, что давать прямо, можно ссылки давать именно на раздел, на канал. Я обычно людям делюсь, чтобы уже здесь были видны все плейлисты. И уже 5 плейлистов, которые непосредственно и получились, они как раз последовательно, да, я их так назвал, последние. Хотя они ведь в свободе слова, и там не то, что прям. Ну, хоть как-то я попытался свои все видео когда-то в разное время наговариваем их, вот как-то подсобрать. И сами плейлисты выстроены вот последовательно в хронологии книги «Откровения», да, «Последние времена», «Великая скорбь», «Конец света», как я. Ну, и иногда слова некоторые называю и тоже добавляю где-то в названии, пусть в перемешку, в названии роликов или плейлистов, но что просто поисковых систем, они для ранжировки, для ранжирования были лучше. Вот и все. Потом антихристы, его царство, печать зверя, число и печать зверя, то есть я стараюсь все слова впихнуть, чтобы они как-то... Второе пришествие, суд Божий, судилище Христово и царство небесное, новая земля и новое небо. То есть они более-менее хоть как-то на такие важные какие-то темы, хоть какие-то обычно, или человек спрашивает, что, а что там со вторым пришествием. Несмотря на то, что впереди есть два плейлиста, «Апокалипсис» и «Царство антихриста», да, но я все-таки отдельно о втором пришествии. Туда я, конечно, тоже внутрь плейлистов понапихал некоторые видео из канала «Библия», уже конкретно вот там 24-25 главу там мог туда засунуть. Где-то что-то пересекается, но если будете ролики слушать, вы же увидите, что я это уже смотрел, будете просто дальше смотреть. Потому что мне хочется, чтобы они не потерялись, и где-то человек лишний раз на них наткнулся. Ну, не зря я опять, видите, сейчас даю такой пространный комментарий, так скажем, инструкцию по познанию. И у меня к роликам есть, и к плейлистам обычно бывают, и анонсы, я все рассказываю, что да как. Вот такие вот, такое вот видео, такие вот мысли, надеюсь, они вам будут полезны. И вы не будете насосаться со всеми этими вещами, и все будете понимать. Вы знаете, есть ограничения в этой жизни познания истины, так скажем. Да, когда ты достигаешь, да, какие-то мелкие вопросы, но ты на все спокойно находишь ответы, потому что есть общая картина мира. Это очень важно. Поэтому я всем, кто с этими вопросами интересуется, ну, в частности, сегодня говорим о последних временах, без вот просмотра этих моих видео, чтения книги «Откровения», ну, какой смысл меня спрашивать? Я говорю, меня спрашивают, и близкие, и кто-то даже смотрел все это. Я, конечно, да, все равно жую, еще что-то отвечаю. Могу дать, говорю, своемысленно какой-то ролик кого-то, но не всегда, я говорю, да. Вот, и просто мне кажется, это все очевидно. И я к чему, что я вот эти какие-нибудь ролики смотрю порой, я говорю, ну, пустота. Вот пустота у них закрыта. Они не видят этих вещей, они не воспринимают книгу «Откровения», как вот картину мира с высоты, как, или у птичьего полета, орла, и все видят так. Вот, 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 все идет, вот конкретные, очень важные вещи, на которых мы видим, что это, как. Да, в книге есть книга «Откровения», знаете, ну, в свое время мне тоже казалось, наверное, что-то там загадочное. Ну, это пока я ее не исследовал, пока не просил Бога мне все открыть, да. В свое время, когда я стал публично зачитывать, мне Бог все открыл. Там ничего сложного. Несмотря на все какие-то символы, там, когда там очередной виток будет, я говорю, помимо вот этих коней, будет в трубах то же самое, какие-то скорпионы там восстанут с хвостами. Это лишь образы, которых мы поймем по времени, потому что, ну, скажи сто лет назад человеку, что такое компьютер, сеть Wi-Fi, интернет, смартфон, да, распознавание лиц, что будет, да, компьютер, зверь. Ну, ему бесполезно было бы это объяснить, да, когда еще даже электричества не было. Здесь то же самое. Вот, поэтому такие вещи, но они нам откроются, мы прямо увидим потом все это. Ну, это мелочи, это совсем небольшие вещи, а так она очень, книга понятная, последовательного чтения, все там понятно. Конечно, когда будет уже эта 13 глава непосредственно, царство Антихриста, узнаем мы, что это такое печать. Но когда мы доберемся до нее, а мы до нее не добрались. Поэтому, когда сейчас там кто-то заикает в каких-то печатях, да, все это как бы образы, все эти ННН, когда пошло, да, по сути, наше имя уже уникальное. Имя, фамилия, отчество уже, еще возьми год рождения, ну, собрали все это под одной цифрой. Ну, да, плохо, но это не она. Это очень важно понимать, да. Кто-то уже там прививки от коронавируса в печать Антихриста записал. Да это не, это, то, что это вредно, это да. Что их нехорошо ставить, это да. Но люди вынуждены ставить, но опять же, это пока к печати, мы только к вреду здоровья имеем отношение. Вот и все. Ну, конечно, если верить, что там уже жидкий чип какой-то за тобой следят, но, не знаю, доказательства этого нету, а пытаются какие-то приводить. Но все это так на воде видно, как вилами написано. Вот так вот. Так что, такой мой ролик. Конечно, что-то я сказал, и, возможно, не так прямо, потому что все-таки час посвятил конкретно тоже одному этому. Почему я говорю и книга Откровения, и все мои ролики из Библии полезны посмотреть, и из проповедника, и из проповедь, потому что я могу какой-то нюансик взять и вот так вот пожевать. Вот. Я его не буду, как я говорю, в книгу Откровения туда добавлять при чтении на Библии. Просто даже пусть там в нужное место. Потому что тогда надо их все пересортировать и перелинковать вот так. Ну, это получится каша, и человек будет и там, и там одно и то же смотреть. Вот так вот. Так что всем я вам желаю доброго познания. Эти познания будут фундаментом вашей жизни. Пока живем, как живем. На сей день я продолжаю утверждать, что мы в книгу Откровения не вошли. Почему? Потому что говорю об этом, как и сегодня, постоянно, что нету, не свершились эти признаки. Да. Эти, эти черные всадники на белых пони еще не провозглашают так явно. И уж тем более, когда все эти события начнутся. Эпидемии, все эти голоды, войны. Вся эта жуть, да, гонение на святых уже. Это будет реальный масштаб закончиться, который чем четвертью умершего всего живого. Очень важно. Так что вот так вот. Тогда мы можем действительно уже дальше жить с осознанием, что мы вошли только после этого. У меня на этом все. Со всеми прощаюсь. Кто считает, что мои ролики ему приносят радость и пользу, ставьте лайки. Делитесь ими у себя на ресурсах, в каналах, в телеграмм каких-нибудь, если есть, в социальных сетях, из кого какие остались и доступ им. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я все читаю, на все стараюсь отвечать, что в моих силах. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а все материалы, все тексты, о которых я ссылаюсь, они на моем сайте христолюб.ру Ну или по-русски христолюб.рф просто набирайте, там все найдете. Субтитры сделал DimaTorzok